Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с Собакином с утра сходили погулять, заодно пофотографировали. Так, открыть. Дело в том, что я не буду показывать схему, потому что она такая же, как и вчера. То есть я использовал свою дверь с оконным переплетом, как бы. И я постарался снять как можно больше всяких разных идей. Так, давайте откроем, посмотрим, что у нас получилось. Ага. Я не знаю, это, наверное, пионы, да? Не, по-путью... Нарвал? Ну, не в поле, конечно. Так, ну, вроде бы как, нормально. Так. Ну, вот, это уже готово, в общем-то. Тут надо просто вырезать правильно. Вот. Ага. Давайте. Вот это возьмем. И... Вот это. Или по очереди. Так, это более резко, мне кажется. Давайте откроем. Угу. Тут надо будет просто повернуть чуть-чуть. Так. Далее. Так. И так. Угу. И еще одна вещь. Комптором Т. Вот. Низ выправим сейчас. Низ немножко выправил. Вот так. Готово. Ну, не знаю, тут каждый по-своему может решать, конечно. Ну, я думаю, что вот так будет в аккурат. А единственное, что давайте мы поставим сюда коррекцию. Так. И... Сделаем более темный низ. Вот так он более красивый становится. Ну, скажите, а что делать с верхом? Да, и что. Возьмем сейчас... Вот. Вот этот. Наш... Чёрный, да? Окей. Кружочек. И сделаем так, как нам надо. Вот это же время. Вот так. То есть мы всегда можем высветлить то, что нам нужно. Вот так вот. И то же время получить контрастный рисунок. Если много, то можно всегда прозрачность не прозрачность. Вот так было. Вот так стало. Можно до 70. Вот так. Угу. Ну и всё. Нет, такой, чтобы я ещё сверху чуть-чуть... Ну и снизу, в общем-то. Вот так будет веселее она. Как бы. Готово. Можем сохранять. Так, ну а тут я применял стекинг, поэтому мы все их и заберём. Вот эти вот пять штук. Открыть изображение. Удачное получилось кадрирование, что практически кадрировать и не придётся. Всё прекрасно. Всё. Готово. Я не знаю, вот эта рама, что здесь. Я, может быть, и не буду её настолько чётко делать. Уберу вот этот. Вот эти четыре оставим. Вот здесь они. Итак, идём в автоматизацию. Говорим фотомердж. На приложении изображений убираем, добываем открытые файлы. Говорим окей. Мы их собираем весь в один. Вот так. Выравниваем слоёв на основе содержания. Кто знает, что это такое. А ещё можно без содержания, да, выравнивать слои. Ну да ладно, наверное, можно. Выделяем всё. Идём в редактирование. Говорим, что нам автоналожение слоёв. Плавные переходы цвета. Окей. Задаём и ждём немножко. Очень удачно, на мой взгляд, так получилось. Не всегда так получается. Вот красивая получилась. Здесь очень такая вся резкая. Собираем на один. Вот смотрите. Какая прелесть. Каждый цветочек, лепесточек, да. Это прекрасно. Но то же самое применим к нему коррекцию. Сделаем чуть темнее. Вот здесь. А саму эту кисточку. Нет, не кисточку, а градацию. И вот здесь чёрным цветом. Вот так. Поиграем. Всё. Ребята. Очень резкая, очень хорошая текстура. Смотрите. Вот так. И это ещё 33%. Вот 100. Вот 100, да. Хорошо. Тоже сохраняем. Что там было? Вот это что такое? Посмотрим, что это такое. Что это? А, ну, пыль. Пыль, пыль, пыль. Ладно. Оставляем так. Тут я снимал с другого ракурса. Кстати, тоже неплохо получилось. А потом я подложил тут доски, начал подкладывать. Вот так вот где-то. Можно из этого уже сделать. Так, ну, это мы уже этим занимались. Тут дождик изображался, да? Ну, как бы без солнца дождик, как бы не очень получается. Можно, конечно, попробовать использовать. Я посмотрю, тут много чего делал. Следить за этим нельзя, естественно. Так, потом я решил горшотик поменять, да? Вот на такой. Так, какая из них более-менее соответствует. Ну, вот эта, ну, она уж очень красочная. Так, красочность убираем. Насыщенность. Тоже. Ну, так это можно, но еще надо подумать насчет этого. Может быть, есть лучше какие-то моменты. Посмотреть, возможно, есть и лучше. Я много снимал, поэтому я думаю, можно будет найти что-то более привлекательное. Вот, допустим, вот такое. С грязью немножко, ну да ладно. Так, и сбоку. Вот такое, да? Вот это запросто можно взять. Ну, следил я. Вот тут это грязи слишком много. Как бы хотелось сделать аутентично, но получилось грязновато. Посему, наверное, это я оставлю. Что тут еще есть? Здесь такие просто цветочки я положил, сфотографировал. Так. Потом на фоне неба. Ну, дело в том, что я в одной руке держал, второе фотографировал, это было трудно. Поэтому не очень резко получилось. Оставим это так, как есть. Так. Здесь вот на фоне вот такое деревянное. Это можно взять, обработать, открыть. Провернем сейчас. Вот тут очень хорошо прослеживаются текстуры. Мне нравится. Ну, вот это тоже удачно. Единственное, что, возможно, надо, вот я сейчас посмотрю, чуть-чуть резкости добавить. Это где она? Отселение резкости, умная резкость. Добавим. Больше. Ну, и вот. Так ее оставим, если что. Это я с рук снимал, поэтому есть, есть все-таки проблемы небольшие с резкостью, но, возможно, прокатит. Вот такие, друзья, фотографии получились. Есть еще масса там попробовать, да попробовать. То есть у меня во второй папке что-то должно быть еще открыть. Так. Все вот здесь. Тут тоже что-то есть. Ну, уже на вскидку делал, уходя. Вот. Неплохая. Можно сразу ее брать. Что тут еще есть? Так вот. Это более резко все-таки получилось, да? И потом я на... Просто как бы на подоконнике снял. Ворона Каркова. Пришлось ее заснять, поображать и расправать. Справа. Так. Что тут? Ну, издалека это не очень красиво. Вот этот кадр хороший. Этот кадр хороший. Так. Сейчас мы экспонент поработаем. С ней немножечко. Все. Ну, вот так. Я думаю, тоже будет интересно. Ничего делать не будем, так как есть, наверное, так и... Хотя... Давайте сейчас поправим. Вот этот выберем отсюда. Балда. Здесь чуть-чуть подтянем. И здесь тоже. Вот такая у нас пионища получилась. Нужно посмотреть, что сделать так. Ну-ка, коррекция... Коррекция, коррекция... Красного. Вот так. Ну-ка. Вот было. Стало немножко. Ну, тем не менее. Ну, все. Пока это я отправляю на шаттер. Я думаю, возьмут, потому как выглядит неплохо. Ну, а вам, дорогие друзья, я прощаюсь. Вам желаю творческих, всяческих идей и хороших фото. Всего доброго, друзья. Пока.